На моей спине находится Мукачевский вокзал. Я на этом вокзале не был, наверное, уже лет 5 точно. И я, как вы поняли, продолжаю свои путешествия. Путешествие по кинмон-мастера. И вот сейчас я попробую, собственно, на этом вокзале посмотреть, если в окрестнице какие-то покемоны и какие-то стопы. Посмотрим. Я постарался зайти в тень, чтобы было минимально бликов. Посмотрим, как камера захватит. Значит, с интернетом соединение есть. А вот GPS с сигналом какие-то проблемы. Непонятно мне, почему. Пристаю я на открытой местности. GPS не словил. О, есть. Словился GPS. Итак, я вижу пидстоп. Пидстоп, как называется. Вокзальная площадь. Раз, два, три. Крутим, крутим, крутим. Получил яйцо и 4 пакетбола. Вокзальная площадь. О, вижу покемона. Словим покемона. Словим, словим, конечно, словим. Включим камеру. Смотрим, смотрим. И раз, два, три. Промазал. Он скачет, падла. Есть. Он зеленый, поэтому, скорее всего, он будет пойман у меня с первого раза. Это гатча или не гатча? Гатча. Отлично. Плюс один покемон. В общем, я в Мукачеве. Велкам. На Мукачевском автовокзале. И, опять-таки, по традиции, я попробую сейчас здесь найти каких-то покемонов. Посмотрите, здесь есть пидстопы. То есть, покемон стопы. Покет стопы. Как вы помните, на ЖД вокзале я нашел одного червячка. И покет стоп был. Загрузка. Опять пишут проблемы с GPS. Но, я думаю, это только временно. Я вижу какого-то покемона. Три шага к нему. И на автовокзале вообще ничего. Нет. Есть какой-то... В том направлении есть какая-то арена. Но, как говорится, я идти не буду. А вот к покет стопу можно проехать. Покет стоп. Вон, есть один. Что за покет стоп? Что это за достопримечательность? Автовокзал. Она так и называется. Но я слишком далеко нахожусь от нее. Так, пройдем, наверное, к ней. Тут шел до покет стопа. Я встретил белочку. Смогу ли я ее себе забрать или нет? Где-то, где-то, где-то. Вот и белочоночка. Тот бочлончик, тот белочоночек, который сам просится, чтобы его забрали. Да, я бросил как-то наугад. И я его словил. Так. Значит, я здесь словил себе покемончика на автовокзале. Плюс... Плюс... Плюс покет стоп сейчас я изучу. Автовокзал. Автобус. Вот он, автовокзал. Вон там за... Крутим, 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 Я сейчас стою на вокзале, в Ужгородском автовокзале, и я снова, как по старой традиции, пытаюсь найти покемонов на этом вокзале. Я запустился, включился к Wi-Fi от автобуса, и смотрю, что у нас здесь есть. Поблизости ничего нету, ни пидстопа, ни хрена, ни покемон стопа, ничего нету. А нет, есть покемоны, один есть покемон появился, пидстоп далеко, далеко пидстоп. Но мне, может быть, стоит к нему пройти. К зданию. Ну. Да, автостанция Ужгородская. Бустайшон. Бонусы. Блин, есть софар. Эвэй, ну как же так. В общем, времени совсем мало, я не знаю, стоит ли мне еще что-то тут делать, искать. Интернет плохой, GPS тоже слабо работает. Нету смысла что-то ловить тут. Путешествие продолжается, я нахожусь в Кошицах, в Словакии. Тут, конечно, у меня роуминг, никаких покемонов не будет. Сейчас идем на поезд. Собственно, через 40 минут уже будет отправление. Надеюсь, успеем все будет хорошо. До связи. Жру. Жру. Пришел поезд. Сейчас буду искать свое место. Видите, отходят? Не знаю, как я буду сейчас искать, но буду сейчас пытаться. Пытаюсь соединиться. Но, как видите, наши сервисы, короче, нифига не работают. Попробуйте позже. Почему? В Европе у меня не хочет работать вообще покемоны. Не могу понять почему. Я в Словакии. Мой путь дальше – это Прага. И с утра меня должен встретить один очень недорогой человек. И это будет хорошая встреча, приятная. Сейчас, как вы видите, на моем заднем плане ведется уборочка. И будут нас погружать. Будем ехать. Сейчас по киевскому времени 0 часов 07 минут. По-словацкому на час 23 часа на все минуты управления 23-23. До встречи. Вот как там убирают, все вычищают. Стараются девушки. Давайте, давайте, чтобы чистенько все было. Комфортно. Давайте. Смотрите, как выглядит классно поезд. Четко. Мне тоже нравится. Сейчас попробуем его спереди заснять, как он выглядит. Вот так. Такой грозный поезд. Такой впечатляющий, правда? Лево-экспресс. Классный. Детский отдел какой-то. Вообще-то, я тут с этой, с камерой своей, любимой, в объемке. И в твоей куртке. Ну, добро-добро, шоу. Я хочу поснимать еще напоследок. Как меня Прага встретила. Дождем и как он по дороге помыл, чтобы легче выйти. Да. А так классно ехал. Ну, правда, спать не совсем удобно. Бизнес-класс. А я такой наглый. Я, короче, взял еще, я не знал, пошел в туалет, сходил, вышел из туалета. Что-то с утра мне кофейку захотел. И взял себе с дьявол сам. Да взял стаканчик. А ко мне тут стюард подходит и говорит, а что вы тут по-чешски мне что-то мне, говорит, что делаете? А я говорю, ну, а что такое? А тут, как бы, я тут за это отвечаю. Только мне тут можно орудовать этим 7 делов. А я, короче, говорит, это, типа, все за день, что вообще-то там есть у нас меню. А я такой, о, а я не знал. Сколько это стоит? Ну, он дал ему 19 крон. Попил кофейку. Ну, ты хоть одежду полизался, прям шорты. Блин, футболки. Футболки и шорты одни. Плавки. У меня руки на еду. Я такие, как мне, вне рез, а такая будет нормально. Короче. А что, погода не смотрела какая будет? Нигеля дождей. Да там, это, самая водка, самая главная твоя. Ну, а грессик будет водкой. Так, что не идет? Да, вот так, неизвестно. Допустим, какие-то дожки. Попил кофейку с массажем. Ужас. Попил кофейку тебе куртку передал, а я ее себе одел. Свою зеленую не брал. Ничего не брал. Я хотел взять кофту одну, но на выходе уже забыл. Не знаю почему, но у меня даже не проверяли билет на фоне. Нормально. А что так? Мы были в Германию, зашли в квартиру, дали нам ключи, мы вышли. Никто вообще с нами не ходил. А почему у меня билет не проверял? А что садишь, значит, значит, есть. Ну, в принципе. Ну, да. Дурное было. Мне это странно. Батончик, мне папа меня решил вообще закормить. Ну, как-то мамка голодал и голодным едет. Ехали в поезде 160 километров, а я все равно спросил, можно сколько максимально скорость развивает? Он по-русски нормально разговаривает, дядя, ну, пацан такой. Турист максимально 197 может разогнаться, но в Чехии разрешено только 160 набирать скорость максимально. Снимаешь или сего? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...